Так, теперь вопрос от Александра Справедливого. Каковы перспективы по принуждению к миру фашистской федерации на мирном саммите в Швейцарии? Как поведет себя там Китай, Индия и Бразилия? Что предпримет Кремль? Значит, задача Кремля сделать так, чтобы было минимальное количество людей на этом мероприятии. О чем идет речь? Значит, это установочный саммит мира, который инициирует Украина. Да, соответственно, там мы будем представлять вам документ, который в мире известен как Мирный план Зеленского. 10 пунктов, основных 4. Еще раз повторю. Вывод российских войск с территории Украины, наказание военных преступников, соответственно, репарации за то, что они здесь разрушили, но и получение гарантии, чтобы они колызнули. Ну, все просто и понятно. Там есть еще продовольственная безопасность, атомная безопасность. Но, опять же, там, где нет русни, там и с продовольствием, и с атомом все прекрасно хорошо. И вот кто там? Вот Индия, скорее всего, будет. Бразилия тоже будет. Причем очень часто в дипломатических таких вот раутах там же можно сделать как? Можно отправить, допустим, не чиновника, а там кого-то супервысокого ранга. Там, допустим, глава МИДа. Ну, глава МИДа Индии, может, и не приедет. Я не знаю, на каком уровне будет представлена Индия. Может быть, на уровне посла, к примеру. Но, тем не менее, флаг будет поднят. Тоже касается Бразилии. Позиция Китая, она самая сложная. Сейчас с китайскими товарищами работают очень активно и французы, и немцы, и блинкины. Я так понимаю, немножечко они все-таки подкручивают китайскую народную республику, чтобы не так активно собачка-свинка-триколор помогать в этой войне. Но, независимо от того, будет там или Китай, или нет, все равно идея такая, чтобы 150 стран, которые будут по задам офиса президента представлены на этом мероприятии, сказали, Russian, валите домой, водки нет. Валите, или вас тут всех побивают. Значит, этот саммит, он хоть и называется саммитом мира, но, повторюсь, мир в данном случае, он на переговорах не формируется, или пока не формируется. Тут нужно и говорить о ведении переговоров в случае необходимости, формировать при этом резервы, заправлять танки, самолеты и бомбить на российских оккупантов. Причем, как говорит Кэмерон, действующий глава МИД в Великобритании, делать это надо на российской территории. Так что, наш путь к миру будет очень и очень долгим. Так что, наш путь к миру будет очень и оченьόгерно. Смотрите, ой, как раз. По-чем community. По-чем салипAKE. По-чем. ПО-чем.